Сегодня рассказать о своем первом хоровом опыте. Случилось это в 2016-2017 годах. Руководитель киевского хора «Альтератио» Ольга Приходько, моя старая приятельница, предложила мне написать сочинение на марианские антифоны. Есть свод марианских текстов, то есть посвященных Деве Марии, в католической традиции, которые еще часто называются марианские антифоны. Уже в самом названии мы понимаем, что речь идет о пространственном распределении хора, речь идет о диалоге, потому что, когда появляется антифонность, это также влияет на определенные смыслы, не только акустические, но и художественные. То есть происходит диалог. И, не знаю, наверняка это кто-то уже кроме меня... Меня слышно вообще, кстати, да? Слышно хорошо. Может быть, усилить просто? Кто-то, возможно, кроме меня это уже выражал, но мне кажется, почему именно с текстами о Деве Марии произошла такая жанровая сцепка с антифонностью? Потому что один из главных библейских сюжетов, касающихся Девы Марии, это благая весть и диалог с иной сущностью, имеющей другую плоть, иную материю. И именно благая весть и ангел, который приходит к Деве Марии, которая во плоти, сообщает ей о судьбе ее. Именно в этом принятии, непринятии и зыждется определенный, можно сказать, конфликт, но это, пожалуй, слишком резкое слово для данного. То есть принятие происходит, но оно, безусловно, не происходит, так сказать, легко. Вспоминая тот период, когда я писал, я на тот момент жил в Вене, меня попросили написать, в принципе, вещь на 10 минут, но как-то так получилось, что разрослась она на 45 минут. Как-то так я с этими текстами сросся, что ли, так они меня повели за собой, что я углубился на тот момент в барочную риторику. Она для меня тогда значила очень много. Не могу сказать, что сейчас ничего не значит, но тогда особенно. Поэтому очень многое из того, что я сегодня покажу в этой музыке, оно связано с этой барочной риторикой. А как известно, чем большим количеством параметров, значений музыка насыщена, пусть даже они никогда не будут известны слушателю, тем лучше. Эту мысль я когда-то схватил у Альфреда Шнитке, который говорил о разных слоях находящихся в музыке, математическом, тематическом, риторическом в том числе, и о важности того, что музыка может поворачиваться любой стороной, к последующим эпохам, к очень разной публике. То есть мы же должны быть честны, что сегодня мы не считываем барочную музыку, например, Иоганна Себастьяна Баха, не считываем смыслы лютеранской проповеди. Для нас эта музыка может поворачиваться любой стороной. Для неофита это будет эмоциональное, для человека, как сказать, открытого к религиозному опыту, это будет тоже эмоциональное, интуитивно-религиозное. Для музыканта невероятная выразительность и виртуозность в овладении полифонией. Но так или иначе, в эту музыку я вложил очень много не как будто бы немузыкальных смыслов, как будто бы нарративных, литературных, молитвенных. Но, как мне кажется, подсознательно они могут восприниматься и интуитивно. И чтобы подкрепить мои слова непосредственно звуком, музыкой, я вот покажу вам начало. То есть четыре текста. «Альма редемторис мата», «Ава реджина целориум», «Аллилуйя», «Реджина цели», «Сальва реджина». Сочинение пятичасное, в котором кроме хора у нас также присутствуют ударные инструменты. Это большой барабан, вибрафон и колокола. Уже тогда интуитивно я почувствовал, что в хоре, чего в хоре акапелла мне не хватает. Мне не хватает очень часто в хоре совершенно определенной атаки звука, иногда маркетированной, акцентной. И мне не хватает низких частот в хоре. Понятно, что часто это зависит от коллектива и от того, какие там есть басы. Но вот я вспоминаю, кстати, у Георга Хасса есть сочинение что-то «Блюминштюк», по-моему, называется, и там туба, который очень часто тублирует басовую пальцу. И это очень хорошо срабатывает. Также классическая традиция хору часто вторит орган. Тоже для усиления таких слабых ахиллесовых пят подобного состава, потому что это не то чтобы слабость, это свойство. Собственно, это характеристика. И подобных характеристик слабых найдется множество. Любому композитору хочется, например, залезть в крайние тесситуры и написать там пианиссиму. Но мы должны быть реалистами и понимать, что это так же не сработает, это невозможно. И тут помогает иногда инструментарий дополнительно. Вот я для себя нашел такую формулу. Колокола, фиброфон, небольшой барабан. Можно открыть, собственно, первую партитуру. Ой, страницу, пардон. Первую страницу. Ноты. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Это я контролирую Мы слышим здесь что-то напоминающее В моей музыке как-то так свойственно появляются иногда моменты Такого ученичества, детского чуть ли не упражнения Здесь мы слышим практически какую-то распевку Но тогда, когда я это сочинял, этот незамысловатый мотив, пришедший ко мне Он был очень тесно сплетен как раз с моментом благой вести То есть мы практически ощущаем здесь некий постоянный спуск по ступеням Но при этом один тон, в данном случае это ре, остается на месте Что означает, что ангел, воплощаясь в земном обличье Он сохраняет свою божественную сущность Вот это ре об этом сообщает Но он постепенно к нам как бы приближается Вот это было мне важно тогда И оно где-то подсознательно, мне кажется, так и считывается Тут важен диалог Диалог этих трех сопрано И вы услышали здесь Ну что перечислять, я не знаю Тут, конечно, интересный ударный С мячком, не с мячком Но главное вот это было для меня тогда И после этого мы слышим некий, как бы, так сказать, ответ мужской группы А мужское — это в своей внутренней сути нечто более телесное, предметное Более твердо опертое И получается, что мужская группа отвечает уже восходящими пассажами Можно открыть страницу 3 С мячком, не с мячком, не с мячком 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 С мячком Ну вот, застывает после этих восходящих пассажев постоянно повторяющаяся фасоль у сопрано и альтов, и у теноров. Оно окрашивается в разные гармонии у вибрафона, что дает статика и гармоническая динамика. Дает постоянно какие-то иногда однотерцовые связи, то есть эти фасоль, фа бывает то терцией от до диез мажора, то иногда это фасоль в ми бемоль мажоре, то иногда это как пониженная вторая ступень в ми миноре. И получается именно в этом интерес. С третьей цифры, если открыть страницу 4, у нас повторяется уже знакомый нам мотив, но в таком гакетном виде, когда голоса распределены между разными. И здесь вообще в этом цикле очень часто этот хоровой прием представлен, когда одна мелодическая линия делится между голосами, это дает какое-то определенное другое, более иногда нужное, выразительное звучание, более живое что ли. И с этим, разумеется, нужно быть осторожным в хоровом письме, потому что этот гомообразный такой мотив позволяет это с легкостью. А иногда я чувствовал, что если я ухожу в большую сложность мелодическую, то это срабатывает хуже. И из-за специфики природной голоса, потому что очень сложно дать ясную, понятную атаку, как это может быть на духовых или органе. Поэтому гокетность, с ней нужно быть осторожным. Правда, у средневековых французских мастеров, у них все на этом построено, и ничего, никаких проблем. То есть тут скорее, что разные хоровые школы, славянские, они тяжелее даются, и я это ощущал, пока мы репетировали с этим хором. Надо сказать, что здесь вообще на записи по одному голосу на строчку, а вообще произведение может быть и по четыре голоса. То есть это может быть очень большой хор, но мне как раз нравится, что здесь по одному, и я, в принципе, писал с мыслью о том, чтобы дыхание можно было брать одному, неперманентно. Но, тем не менее, вот это вот камерное звучание, оно лучше прослушиваемость многих сложностей. И всегда мой совет композиторам, в том числе, если есть возможность, не потеряв экспрессии и мощности звучания, тем не менее, сузить состав, то это гораздо лучше в хоре. Потому что есть такая тенденция, где гэгэй, хор, значит, там 50 человек стоит, это очень часто для определенной музыки только хуже срабатывает. Вот. И дальше. Вот, конечно, еще в хоре, знаете, я просто за четыре года до того, как написалось это сумение, это за моей подработкой, что ли, как-то, не знаю, я пел в церковных хорах. Понятное дело, что очень часто уровень церковных хоров оставляет желать лучшего, но, тем не менее, ну и я же ведь не профессиональный певец, да, мне это дало понимание сложностей у любителей формирования каких-то сложных аккордов, чистого взятия этих аккордов. Поэтому я также всегда параллельно думал о том, как сложные гармонические какие-то вертикали с большей легкостью... Все равно, когда я заметил, когда Хармейстер работает с хором, он все равно говорит, так, ребята, здесь построим трезвучие, а теперь заполним ее там кластерными какими-то еще созвучиями. Все равно хор так работает, потому что наша школа такова. И вот я вам сейчас покажу пример, он дальше идет, это шестая цифра, шестая страница, когда три, по сути, минорных трезвучия формируют очень интересные гармонические связи. Иногда, наслаиваясь друг на друга, это звучит уже не как тональные соединения, а как скорее такие политональные, модальные. Шестая цифра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и конечно паузы плюс предельно высокие ноты Они дают определенное напряжение в этих В тишине, готовя нас к возникновению чего-то другого То есть происходит определенное напряжение в воздухе Мы на физическом уровне чувствуем, что высокий регистр То есть эмпатия происходит автоматически в данном случае Ну и следующая цифра 11, страница 11 В принципе возвращения этого мотива уже знакомого Плюс, плюс В своем начале эта диатоническая сфера Она исходит из спектра от Си Потом она постепенно модулирует Нечто большее к натуральному минору от Си Ну такие частности, говорю, не знаю зачем это Но там лады меняются, иногда соль диез возникает Но здесь интересно, что в этой коде Происходит сцепленность всех предъявленных разных Иногда контрастных по своей текстуре музыкальных интонаций Они все здесь воедино скрепляются И то, что мы сейчас послушаем Еще интересно в хоровом смысле это тоже проследить Что вся эта хоральная фактура Постепенно, как бы так сказать, дискретизируется Становятся все более короткие события внутри нее Звучности превращаются в стаккатные короткие какие-то И все больше усиливается глакетность Передача одной линии к голосам И все на этом, в принципе, и заканчивается Но именно, как бы, вот этот химический процесс Нечто единого, моногенного расщепления на маленькие сегментики Было очень интересным в данном случае Он влечет за собой, как бы, слушательски лично меня И мне было интересно его здесь показать Так что слушаем до конца с 11-й цифры 11-й страницы 11-й страницы 11-й страницы 11-й страницы 12-й страницы 12-й страницы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Потому что как раз вот эта кода, этой первой части, она предвосхищает следующую часть Авериджина, где вся эта ритмическая сложность воплощается с полной, с полнотой. Владимир, скажи, пожалуйста, у нас время сколько, чтобы я понимал? Еще? Еще 45 минут? Спасибо. Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но когда это размножено в хоре, то как раз такой эффект и появляется. Дает совершенно другое ощущение внутри. То, что происходит дальше, это очень интересно проследить, что вообще в хоровом деле не так уж и часто, наверное, нет. Происходит, но гораздо легче дается в оркестре. Это полипластовость. То есть здесь одна группа остается в этой акцентной канонической среде, а мужчины здесь начинают петь что-то другое совершенно. С чем это связано? С тем, что в оркестре есть у нас разные тембры, и поэтому очень легко разделить эти пласты. Они по своей природе уже будут считываться нами как разные, тембрально и текстурно. Хоре этого достаточно сложнее, но тем не менее здесь это удалось, мне кажется, потому что женская партия и стенорамия более акцентная. Мужская поет, здесь я придумал такой штрих, что ли сказать. Вот если посмотреть на вторую цифру, то у басов есть такое обозначение дальненто, крещендо и диминенто снова в точку. Это когда каждый тон поется из ниоткуда и снова уходит никуда. Каждая нота, да, и посередине ее пик динамический. Это дает такое очень живое, какое-то дышащее состояние. И дальше я хотел бы сказать, почему, например, первая часть, третья, четвертая достаточно часто исполняются, а вот эта нет. Потому что все-таки стало понятно, что очень тяжело ее исполнить на концертной площадке, потому что вот эти акценты, они то ли это на полгода с этим жить, что возможно, но за быстрой репетиции этого не сделают. Я сейчас проиллюстрирую, что я не... Сейчас будет двадцать четвертая страница. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я себя слою на мысли, что мне очень интересны всегда длинные глиссанду, расщепления унисонов. Здесь они тоже имеют место быть. Это дает совершенно даже другую тембральную окраску. Это даже связано не с гармоническим параметром, а даже иногда с тембральным. В оркестре с этим проще, потому что есть темперированные инструменты, с голосами сложнее, потому что попросить спеть нечистый унисон достаточно сложно, с отхождением четвертона. А вот как раз длинные глиссанду позволяют обнаружить вот эти биения обертоним, которые происходят при расщеплении. В немецком это называется Schwabung. Как это по-русски? Как сказать, наверное? Еще раз? Покачивание. И это очень интересный момент, потому что он раскрывает совершенно другой тембральный мир. Вспомним те же какие-нибудь партитуры Лигити микрополитонические и так далее. Вот. Ну, то, о чем я говорил, сделало эту музыку достаточно сложной для исполнения. Потому что вопрос синхронизации голосов и смыкания их в точке. Этому немного помогают ударные в данном случае, но все-таки исполняя это на концерте, вот в таком виде, как на записи, достаточно сложно, мягко скажем. К слову сказать, в декабре будет это петь хор Минина, и мне будет интересно поучаствовать, как это... Как-то... Да-да-да, я толком не знаю, но в программе есть. Будет интересно с ними поработать, как это будет им отвечать. Так, пропустим сейчас кое-что, и перейдем на Реджина Целли. Ну, здесь достаточная история. Здесь мы сразу видим, что есть солирующий голос и определенные педальные тона, которые вторят насыщению нот в этом мелодическом голосе. И что потом с этим происходит? То есть эти, как бы, искусственно созданная реверация, продление тонов, она приводит к рождению новых и новых фактур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 зависают, создавая более кластерное звучание, а эти педали вслед за всем этим создают уже новые вот эти вот алеаторические такие биения внутри одного модуса, как бы такая получается дышащая тона, которые рождают другие. То есть всегда интересно, ведь что ты следишь за тем, как музыка рождает сама из себя, что не просто вот материал предъявляется какой-то, а что он на наших глазах, то есть семя, которое попадает в землю, как оно вырастает. Вот это в данном случае было мне очень интересно, постепенно развертанный и рост материала на глазах. И вот он приводит к новому, связанному с ним уже, в пятой цифре, к такому достаточно контрастному, но он также связан с ним. Здесь тоже мы видим, что на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Но за счет того, что это распределено между голосами, дает очень интересную, очень более выразительную общность звучания. То есть здесь нет солирующего, да? Хотя мелодия достаточно ясна. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин уже знакомые нам мотивы. И вообще, как это часто бывало у старых мастеров, в полифонических построениях важно найти два контрастирующих элемента. Здесь даже в ритмическом смысле, как мы видим, это триольность, которая была, 6, 8, 9, 8, 12, но на которую наслаиваются порой дуоли. И вот тенера в данном случае поют такие дуольные построения, а эти остаются в триольности. Это дает вот эту диалоговость разных пространств. Я бы, наверное, промотал. Все что? И перешел бы на цифру, вернее, на страницу 53. Здесь обратите внимание на то, как достаточно ритмизованная фактура постепенно эволюционирует в такие унисонно-секундные звучания, как она постепенно мутирует, что ли, в другую, оставляя свою природу, проявляя ее, но также здесь противоборство фактур внутри самого хора. Они то рождают продленный звук, а то снова переходят в эту дуольную сегментирование. Вот это здесь интересно проследить. Сейчас послушаем около десятой цифры. Десятая цифра. Десятая цифра. Десятая цифра. Десятая цифра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, вот в 17 цифре, например, на этой странице Такой достаточно простой прием, который, тем не менее, дает возможность живого, очень искрящегося звучания, вот, тенера и пасы Такую свободу зафиксировать. Вообще не знаю, я, конечно, говорю о всех этих вещах, связанных с фактурами и так далее, но все это не говорит, по большому счету, ничего о музыке. Мы можем напоследок послушать пятую часть Сальва Регина, она есть в исполнении этого хора, можно ее послушать в исполнении музыки Терне, что интереснее. Ну, там, в смысле, интереснее сравнить, что ли, как определенный тип письма звучит. Там как раз ситуация большого хора. Что-что? Не, вот сейчас, кстати, введи, пожалуйста, в Ютьюбе Сальва Регина, Ретинский, Курензис, Музика Терне. Есть видео. Давайте посмотрим видео тогда. Хорошо, хорошо. Я больше не буду ставить. И там видны просто еще, там очень интересно, там видны пространственные Сан-Шапель в Париже, большой геологический костел, и там как раз расставлены вокалистки по разным точкам пространства, и как раз вся антифонность явлена в ее максимуме, когда пространство является частью художественного замысла. Вот она, да, первая. Сейчас не будет громко, если я выпущу? Нет. Без нот. Я не очень хочу говорить об этой музыке, но что тут говорить? Мне как раз все достаточно просто. Ну что, мы можем перейти к вопросам? Друзья, все вопросы задаем в микрофон, я открываю портал вопросов. Все, кто хотят задавать, пожалуйста, соединяйтесь. У меня вопрос по поводу Сальва Регины и, в принципе, может быть, всего цикла. Насколько важно, чтобы солисты стереофонически находились в другом пространстве, нежели хор? Потому что я помню исполнение Сальва Регины в Большом зале консерватории. Там, по-моему, кстати, программа строилась так, что сначала был Берию, потом такое сочинение Сергея Невского, и был Сальва Регина. И Курензис разместил солисток по бокам, в общем, где первый амфитеатр. И было очень классное стереофоническое звучание. Насколько это прописано в протестуре, задумано, и как это корректируется применительно к пространству? Ну, опять же, храм его, например. Да, это зафиксировано. Вот в легенде перед сочинением, в частности Сальва Регине, что должны быть три, так сказать, скрытые солистки. И лучше всего, чтобы они были на хорах. Но мы понимаем, что реальность такова, что иногда есть эти хоры, иногда их нет. Как правило, в костелах, в храмах они есть. В БЗК тоже мы решили этот вопрос таким образом. И, пожалуй, удивительным образом в БЗК этот антифонный эффект был наиболее мощный, потому что все-таки из-за множественных отражений в костеле ты не так можешь прочувствовать геолокацию того или иного, потому что отражений много, все как бы откуда-то летает. А там БЗК чувствовалось, да, это право, это лево, это зад и так далее. Все прописано, все продумано. Единственное, у меня есть пометка, что если таковой возможности нет, я, в принципе, очень гибок, что солистки могут стоять и в хоре, если это обычная концертная площадка. Но тогда очень много теряется в магии музыки, если не будет этого пространственного аспекта. Я заметил, что в конце третьего номера, вот напомните, как он назывался, был эпизод, когда возлучал большой барабан в конце, потом длинная-длинная пауза и последний раз вот еще угорь большого барабана. Как вообще удалось показать, что произведение не закончилось? Что это не окончание, а просто длинная пауза и еще будут барабаны? В таких случаях, это, кстати, тоже совет композиторам, нужно обязательно прорабатывать эти моменты с исполнителями. Для того, что если я как исполнитель, например, я исполнитель на большом барабане, перкуссионист, и я своей физикой просто ударю эти а-ля-делэй звучания, опущу руку, то сто процентов в зале кто-нибудь зааплодирует. Если я как актер, а в данном случае это больше актерское, чем музыкантское, бью их и всей своей физикой показываю, что после этого что-то еще произойдет, это, кстати, композитор обязательно должен проходить, потому что начинает перелистывать страницы, ковыряться в носу и все прочее. Обязательно нужно... В новой музыке очень часто пауза столь же семантически разнообразна, как и звучание. Можно обнаружить миллионы разных пауз, и у каждого композитора своя пауза, и в контексте того или иного сочинения она тоже имеет другое значение. У меня в одном сочинении вообще есть длинные паузы с крещендо. Это все зависит от внутреннего состояния, в первую очередь, дирижера и коллектива. И здесь большой вопрос стоит, что мы своим телом показываем, потому что визуальный аспект концертного опыта невероятно важен. В данном случае это делается просто физикой. Никак по-другому ты этого не сделаешь. Кстати, спасибо за такой комментарий, потому что вот такая беда именно, когда захлопали на последних секундах тишины, произошла на мировой премьере Алексея Сысоева, который будет у нас спикером буквально через полчаса. Мировая премьера сферы. Это исполнялось в Московской филармонии. Сначала была Лиги Тирековем, российская премьера, и потом мировая премьера сферы. И там тоже в финале все уходит в полнейшую тишину. И вот нужно, мне кажется, было ощутить вот эту звенящую тишину, но кто-то не выдержал. Варианты два. И это, на мой взгляд, ну, не знаю, надеюсь, Леша Суев сейчас не слышит нас и не узнает. Но мне кажется, что это испортило вообще все. Вот именно ощущение того, что было вот эти 20 минут ради вот этой тишины. Вот это боль, наверное, слушателей и, может быть, даже композиторов. Поэтому спасибо Дмитрию за комментарий. Друзья, если есть еще какой-то вопрос, не стесняйтесь. Варианта здесь может быть два. Что не доработали даже не столько с музыкой, сколько не доработали с режиссурой, со светом. Темнота часто. У меня были случаи, когда там недавно даже в Доме радио было премьера сочинения, и оно происходило вообще в полной темноте. Но оно было сначала до конца в темноте. И поэтому там потом еще 30 секунд никто не хлопал. Но когда темнота постепенно появляется, зритель, не хочу никого оскорбить, он как собака пала. Ага, темнота, лампочка, все, значит, нужно работать. Это вопрос режиссуры. И не всегда зритель виноват. Мы не имеем права осуждать зрителя, если они это делают. Это инерция. Мы должны с ней работать. Как? Это уже другой вопрос. Я хотела узнать, все-таки такая ансамблевая музыка, хоровая музыка, она подразумевает работу со словом. И мне интересно, как вы в этом слове себя ощущаете. Потому что в такого рода музыке, естественно, слово как таковое, конечно, мало слышишь. Ну, в Сальве Регина, да, ты в какой-то момент можешь что-то распознать. А так это получается больше фонемы. И это, я думаю, это, видимо, подразумевается, когда вы это еще пишете. И получается тогда эта работа в течение репетиции с исполнителями, что они должны это слово выявлять внутренне. Или как это работает? Разумеется, вот здесь в этой партитуре, в этой редакции перевод на английский. А когда я работаю с отечественными коллективами, то перевод на русский. И мы об этом говорим. Говорим, разумеется. Могу сказать от себя одну вещь, которую я обнаружил. Мне очень тяжело работать с молитвенными текстами, потому что у меня очень большая ответственность перед ними. Они очень часто являются плотью, сутью моей жизни. С латинскими проще, потому что есть определенная дистанция. Я думаю, это же ощущал Стравинский, который, будучи православным человеком, очень много написал на католический пехот. Есть дистанция, которая позволяет тебе более, что ли, не то чтобы в грязных ботинках мраморную парадную, нет, но она тебе позволяет иметь небольшой зазор, дистанцию. И от этого легко себя более виртуозно чувствовать. У меня были, да и есть, опыты написания музыки на молитвенные тексты старославянские церковные. Многие из них еще в процессе. И вот они как раз уперлись в эту стену. Я, скорее всего, даже несколько раз, кстати, начинал сочинять на молитвенные тексты. То есть, когда я пишу на текст, которым я сам же молюсь, у меня не дописалось ничего. Мне пришлось вообще, эти сочинения переросли вообще в инструментальные. То есть, сложность, я не могу ничего в этом смысле написать. С латинским проще, потому что есть, можно прикрыться традицией, еще чем-то. Но, тем не менее, все равно сакральная составляющая важна, и каждый смысл и значение для меня важны. Я не работаю с этим, как с фонемами. Фонема — это уже вторично, и она важна. Но все, что происходит здесь, оно, безусловно, имеет и нарративную часть. То есть, я прекрасно понимаю, что, давайте будем честны, кто из нас специалист по латинским молитвам, мало кто, да, вот так вот считывает. И тем более, что она иногда просто не слышна. Но это как раз изразя до того, о чем я говорил. Важно, чтобы в музыке все это было. А сколько слов будет считано, это не наше дело. Ну, то есть, не мое данное. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, все, кто смотрит нас в трансляции, мы прерываемся до 15.30. И у нас день сегодня завершится с лекцией Алексея Сысоева «Хоровая ансамблевая музыка», «Месса», «Матеты» и «Контата». Спасибо. 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 Спасибо.